Доброе утро, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале в гостях у Елены и деревенская жизнь с нуля, наша жизнь деревенская. Посмотрите, моя гортензия, три сестры, закрыта еще мешковиной. И спасибо Васильку, да-да-да, это от Василька огромный такой толстый мешок, у нас их хватает, так мне они нравятся. И кто тут, девочка бегает, потом тебе покажу, ладно. Дорогие друзья, у нас минус один, но ощущается как минус два, видите, на травке. девочка кушает, девочка кушает, вот она кушает, только покормила. Она поела, не доела консерву, а хрустики погрызывает. Так, услышала шипение, примчалась домой, на кухню, потому что кофе у меня готовится здесь. вот буду готовить в такой вот чашечке красивой. приготовила, унести посуду. Оп, вовремя, капля дна, вовремя. Бусенька, сейчас мама тебя выпустит. Вчера гости ушли поздно. Я пока убралась, все помыла, никогда не лягу, если у меня будет грязная посуда. Такой вот я дурацкий натурочеловек. Одна чашечка и все, и для меня уже утро не утро. Чего? 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 Потягушечка моя. Сидели, посидели мы, покушали вкусненько. Вот, каждому у меня получилось по одному жульену. Вот эти тарелочки, кстати, у кого барная стойка. Вот такие тарелочки берите, видите? Очень удобно здесь. Здесь вот у меня нарезка была, а вот еще у меня здесь в гости накрыла. Томаты вот так вот были, зелень тоже такая узенькая. Вот. Девочки, это очень-очень даже хорошо. И вот так вот тоже наставляете и помещается. Ну, это, я думаю, кое-что из барной стойка знают. Ну, мало ли что, мало ли что я показала. Покушали мы фасольку тушеную. Вот. Дима принес лаваш, у нас лаваш тут был. Вот. Вкуснючий лаваш. Так что мы посидели. Потом чаю попили, не успели оглянуться, дорогие друзья, как уже время 10 часов и надо собираться. Они сказали, домой. Так что вот так у меня такая вот кухонька. Пока вот так вот у меня, дорогие друзья. А там низ поставим, вообще будет красота. Вот эти выходные. Мы с Темочкой собираемся здесь уже повесить рулонную штору, повесить шторы. И потихонечку начнем там. Бусенок. Ну, пошли, моя куколка. Пошли, я тебя пропущу. Давай, пошли, моя заимка. Пошли, моя кошечка. Пошли. Ты прямо домой, да? Ты прямо домой. Идем, моя кук... Вот у нас тоже мешок от этих посылок, Василек. Давай, иди скорее. Вот на улице. Капает с крыши, потому что, ну, морозис был. Так, ну, я смотрела 8 часов утра, ощущалось как минус 3. А сейчас, конечно, я, ну, как бы я не смотрела сейчас еще. Так. Вот они, цветочки. Вот так вот. Красавчики. Белые, дорогие друзья, начал расцветать. Вот-вот расцветет. Сейчас я вам туда его вытащу. Это просто сказочный цветок будет. Я покажу вам. Посмотрите, белый какой. Очень красивый. Очень. В общем, я уже вам три вида показала. Надеюсь, что появится красный, как я его хотела. И мне дали, по-моему, три сегмента красных. Вот. Видите? На всех, на всех. Вот. Они прямо усыпанные. Хе-хе. Как же я их люблю. Просто слов нет. У меня сразу, девочки, вспоминается детство. Вот сразу вспоминается детство. Ожидание Нового Года. Подарков. Все они, видите. А этот вообще. Смотрите. Он весь утопает. Это самый первый. Сосульками. Вот. Везде. Вот он. Весь утопает. Красавчик. Просто красавчик. Вот. И этот тоже красавчик. Вот. Начал на всех-всех-всех. Вот. Видите? Ярко-ярко розовый. Просто здесь лампы горят. Я, девочки, их не выключаю. Потому что потом сбивается автоматика. И Артем ругает. Вот этот. Я ожидала другого цвета. Но он, по-моему, будет розовый и не красный. Ну, посмотрим. Они еще у меня развиваются. Новые сегменты появляются у них. И практически на всех. Видите? Это новый сегмент. Он цветет. И одновременно новые сегменты. Видите? Бутон здесь. Два в боках. Вот здесь у всех появляются. Вот. А какой будет вот этот? Я ожидаю его, чтобы он был красным. Посмотрим. Этот пока только-только набивает. Чуть-чуть позже будет. Но он у меня был маленький. Вот. И когда в прохладе держишь, перед этим они набивают почки. Это очень важно, девочки. Посмотрите на этот. Ой. Какие кусты. Пышные-пышные. Как же я люблю свои колеусы. Колеусы-колеусы. Посмотрите на эти колеусы. Ай. Ай. Красота. И они вот сейчас. Дим, здесь свет хватает. Света. И они свою красоту. Смотрите, какую показывают. Прям вообще. Видите? Ай. Это паутинка шикарная. Какой вот куст. Вот. Эти красавчики-черенки. Смотрите, какие они красивые. Вот я, пожалуй, надо видео снять. Те, кто рядышком живут. Ну, чтобы уже за такими могли приехать и взять. Пока нет морозов. Вот. Пожалуйста, смотрите. Видите? Вот. Какое кустище. Тут по три вместе я сажала. Это во мне один череночек. Вот они. Три вместе. Ну, это мини. Это маленький такой кремово-коричневый сорт. Красавчик. Вот. Смотрите. Какие кусты огромные. Вот они. Красавчики. Так что вот такие дела. Этот пока буду еще разрабатывать, так сказать. Буду я еще его. И вот этот у меня будет на черенки. маленький. Но вот такого плана уже есть один черенок. Вот он. Красавчик. Такой еще череночек есть. Красивый. Такой вон там. Вот он. Так. Вот тебя, мой друг, полить нужно. Видите? Он какой он должен быть красивый. Здесь появляется поменьше. И, ну, как бы полосочка такая белая, потом слегка розовит. А потом становятся вот такие. Яркие-яркие. Так. Это я буду черенки сегодня. Вот. Я нарезала черенки. Буду черенки. Элотиорочки. Вот именно вот эту я расшебушила. Хочу ее черенковать побольше. Ах. Гортезии. Вот они, девочки, с бутонами. Не переживайте. Так сказать. Я сниму видео. И просто внимательнее будете. Каждый кустик буду называть больших. Это уже будет двухлетка. Это большие. На следующий год. Второй год они будут как раз, да. Это я уже штук, наверное, девять раздала. Вчера еще подруга взяла два. Вот. Получается, тогда уже одиннадцать, по-моему. Или десять. Но неважно. Остальные все на месте. Вот еще. Это вот отсюда. Те. Это все вот, которые поменьше. Вот они. Это вот Ред Барон. Это вот Дейция. Это те, что там есть. Это большие уже. И, конечно, два у меня шикарных маточника. Вот они уже. Это Макрофилла. Я видео сниму, девчонки. Сейчас, ну, как бы не буду ничего говорить. Это надо отдельное видео. И я и девчульки не буду сразу продавать. Ни в коем случае. Ну, например, сейчас сниму видео и давайте забирайте. Нет. Это будет май. Вот. И они у меня будут оращиваться в мае. Сейчас будут цвести. Вы увидите. Я оставлю, чтобы они вот этот цвет показали. Вот. И на почту. Об этом только на почту, дорогие друзья. Общаться, разговариваться на эту тему, как говорится. Только на почте. Вот. Так что сейчас попью кофе. Я не такой крепкий сделала. Сделала просто побольше. Пить очень хочется. Я буду тихонечко пить. И монтировать вам видео рецепт. Вот. Такие дела. Вот у меня чашечка. Сегодня я не хочу с сливками. Я просто так попью кофе. Ну, возможно, возможно, с печенюшечкой, наверное. Вот Мария купили еще с печенюшечкой. Никак не даем. Видите, насколько мне надолго хватает этих печенюшек. Это галеты. Я бутерброды ем. С ними. С ними. С галетами. Так. Ну, ладно. День у меня начался. Слава Богу. Еще рецепт на очереди яблочный. Сегодня потихонечку. Так. А пока сейчас попью кофе. И буду вам видео делать пить и делать видео монтировать. Так что все, девочки. До встречи. Так. Чем я сегодня еще занимаюсь? Заварила себе чайку. Сделала вам видео. Выпустила уже рецепт. Это блюдо моей национальности. Фасоль. Вы знаете, что Румыны, Молдавании, даже на Украине и многое другие страны. Многие другие страны готовят блюда из фасоли. Ну, я вам показала, как готовила моя мамочка, моя бабушка. У меня очень много есть рецептов. Я обязательно вам покажу суп фасолевый, как готовила именно бабушка, именно мама. И я как готовлю. И я, конечно же, свои добавочки каждый раз что-то пробовала. Но мне хочется чисто показать то, что как готовят там. Это очень вкусно, дорогие друзья. Попью чайку. Вот такая-то у меня чашечка, я уже всегда показываю, но настроение поднимает. Вот. Две стирочки у меня будут. Я разобрала коробки с зимними вещами моими Артемовыми. Я просто стираю, привожу их в порядок. А здесь я готовлю супчик. Здесь у меня вот одна такая целая бедро с голенью, целая утятина. Это из утки. Вот. Окорочок. И это, конечно же, здесь блюн уже сварился. Я пену убирала. Вот. Такая вкуснятина. Уточка. Уже мясо, видите, уже расходится. Вкуснятина неимоверная. Буду готовить с лапшой. А, конечно же, моя вот это... Помните, мы делали в гетто? Вот. Вот. Я перемолотила еще. Но оно у меня в другом месте. И там у меня отдельно перец. По отдельности. Так. Прибавлю это. Я убавила. У меня уже стирка закончилась. Я не буду, девочки, ничегошеньки делать больше. Сегодня я имею в виду таких, что-то таких, ну, важных дел. Кроме того, сейчас еще одно видео делаю. Вот две стирки. Разобрала два ящика. Две стирки сделала. Вот. Получается два видео вам. Вот. Снимаю этот влог. И еще один влог у меня есть. Затем у меня еще есть. Я делала блюдо еще одно. Ну, оно у меня на канале есть. Но все равно я... Пусть будет второе. Второй раз. Жульен. Просто в том видео я празднично, сочно. Я мариновала лук. Здесь я тоже... Я промариновала грибы, наоборот, в этом рецепте. То есть везде как бы есть свое. Каждый раз что-то добавляю по вкусу. Вот. Закипает. Это очень вкусно, девочки. Ничего такого не захотелось. Борщ мы съели. Уже не будем делать. Значит, супчик вот такой. Это я люблю. И Артем любит. Просто обожает. Вот такую вкуснятину. И с рисом мы делаем. Так. Надо харчо как-то сварить. Захотелось очень горохового с ребрышками копчеными. Но Артем приедет завтра. И мы поедем с ним за посылочками. И Фаберлик мне пришел. И Тедекор пришел. Давно, давно не было Тедекор. Так что... Вкуснятинки я там выписала. Так что буду показывать вам, дорогие друзья. Мне нужны были подарки. Вот я именно в Тедекоре нашла и там заказала. Все, мои хорошие. Сейчас последнюю стирку вытащу, потому что машинка уже постиралась. У нас даже шел немножко снег на улице. Холодно. Минус 3 градуса. Ну, написано минус 1, но ощущается как 3. Реально, я прошла степлицу. Ветер очень резкий и холодит. Было солнышко. И сейчас вот оно есть. Светит, но не ярко. То ярко выходит, то чуть-чуть скрывается. Поэтому и так, и так сегодня. Но... Ветрено. Нет-нет. Но ветер задует. Холодный очень ветер. И реально минус 1, но действительно все минус 3. Попыталась занести горшки с мятой разновидной. В общем, не смогла. Там у меня травы. Вот весной буду делать... Показывать вам чайную грядку, травяную грядку, как вот хотите, так и назовите. И буду вам показывать, как мы ее надумали с Артемом здесь сделать и где. Вот, Артем уже завтра занесет. В теплице они у меня, они в ведрах больших, они у меня будут зимать в теплице. И вот это уже готово. И там шалфея у меня тоже в теплице будет. Я начеренковала немного шалфея, потом уже очеренкование. Так, я покушала супчик. Сейчас буду пить чай. Чай очень вкусный. Я завариваю его, пропаривается. Здесь я добавила и зеленый чай, и сушеные фрукты. Вот, и вишня здесь у меня есть, брусничка сушеная. Очень вкусный. Так что, кто кушает, кто чай пьет, приятного вам аппетита, дорогие друзья. Скажи всем привет. Скажи всем доброе утро. Скажи доброе утро всем. Доброе утро всем. Хи-хи-хи-хи. Скажи, дорогие друзья, вот следующий день. Да, моя золотуля. Да, и мы будем сейчас завтракать. Но бусинка уже плавненько второй раз позавтракала. Дорогие друзья, доброе утро. На улице у нас вот такое. Такое вот такое утро. Так, пол девятого. Сегодня, видимо, не было такого сильного мороза, потому что инея даже нету. Вот. Но слегка, с крыши слегка капает. Но на крышах, ну, как бы я проснулась рано, бусинку запускала, выпускала. Темно было, конечно, я не видела. Но когда посветлела, я уже проснулась, запустила ее еще раз. Она, конечно, достает. Вы знаете, вот как мне вот сложно с ней. Она встает по два-три раза ночью, и вот ей нужно выйти гулять. Или гулять, или в туалет, не знаю. Но, короче, вот так вот я просыпаюсь ночью с бусинкой. И ничего не сделает. Ничего не сделаешь. Она к тебе подходит вот на грудь, и лапой тебе личико трогает нежненько так. Она не царапает ничего нежненько так. И смотрит на тебя. От этого взгляда даже ты просыпаешься. Вот. Ну, а если ты не просыпаешься вот этими ее ласковыми лапками, когда она тебя трогает, то она начинает мяукать. Тогда уже ты просыпаешься. И вот на улице, когда последний раз уже так посветлело, не сильно, но посветлело, я не видела иния. Вот. Ну, у нас пока минус один ночью. Ну, вчера вот минус один, но писали даже днем, что ощущается как минус три. Тринадцать часов дня я вот это смотрела и такое почитала. Но был очень ветер. Был очень сильный ветер. Сейчас вот нет ветра. Ну, а я себе там приготовлю. Ну, конечно, ветра нет, но день такой пасмурный такой вот. На следующей неделе передают снег. Но, по ходу дела, он небольшой будет и, может быть, и будет таять. Кто играется с мышками? У кого мышки? У кого мышечки? Эй! Чьи мышечки там? А? Бусины мышечки? Кто тут их гоняет? Бусинка, да? Так. Кофе потом я буду делать. Я хочу вам показать вот такое вот блюдо. Вот берете любую форму, это в микроволновке блюдо будет. И сюда вот так вот выливаете маслице немного. Мы любим с Артемом. Затем, ну, вот разбиваете сюда два или один, ну, кто сколько. Например, мы по два любим с Артемом. Вот. Вот. И сверху, так, сейчас я покажу, тоже так. Я вот люблю, чтоб он разбитый вот так вот был. Ну, можете целый. Вот так вот такие вот. Если попадают белое такое вот, я убираю отсюда. Я не люблю, когда вот это белое там. Вот. Вот видите. так. И сверху я посыпаю моцареллкой, ну, или любым сыром. Можете, кстати, посолить немножечко, потому что, ну, сыра же не будете добавлять столько, чтобы, ну, если вы не любите сильно соленое, то только сыр хватит добавить. И вот так вот сверху я моцареллочки. Вот. Так, натертый. У меня тут от блюда осталось. Остала я натирать другой. Уже Артем приедет, поедем за продуктами, потому что продукты у нас закончились. Так, мясо есть, а вот сыр, то все. И вот так вот ставлю запекать в микроволновку на обычной, на обычную мощность, какую вы там. Не знаю. В общем, как вы выпекаете. А то сейчас скажу что-нибудь не так, и потом будут спрашивать. Вот, как обычно, вы разогреваете пищу, как вот все вот такое вот. Так вот и я делаю. Никаких там не набираю других мощностей. Поэтому у кого как. Я иногда на две минутки, что как быстро выпекается у вас вот это вот. Вот, если что-то из лаваша там у вас положено. Потому что я тоже лаваш туда. Если вы хотите, чтобы сразу с хлебушком либо греночки вниз там кладете, либо кусочки лаваша, то там и пять минуточек можно подержать. Вот. Ну, это уже много будет. Ну, вы смотрите, следите через окошечко. Я точно вам не могу сказать сколько, потому что у меня по-разному. Вот. Так что. Так вот все у меня стоит. Я закрываю. И вот. Вот у меня вот такая микроволновка. Никуда я вот здесь не нажимаю. Хотя можно нажать вот где бутерброды. Вот. Все тут. Но я никуда не нажимаю. Я нажимаю просто. У меня она стоит для разморозки, для разогрева. Вернее, так сказать, для разогрева что-то. Когда я супчик разогреваю, я просто набираю раз, два, три. И жду. Подожду, что будет. Открою, посмотрю, когда время пропикает. Три раза по 30 секунд. И посмотрим, что будет. Вот. Я не всегда ставлю вот именно так и больше никак. Потому что я то одно яйцо, то два. Вот. То повторюсь с гренками, то с лавашиками, кусочками. И вот сейчас я вам покажу, как выйдет. Ну что ж, девочки, вот посмотрите. Вот как получается. Видите? Вы уже можете. Все. Мягенько там. Вот. Вот. Видите? Внутри. Трогайте ложечкой. Смотрите. Уже схватился. Если вы желаете, то еще можно. Я уже все. Видите? Сейчас я вам покажу. Смотрите. Там у меня получается. Вот. Видите? Уже готовое все. Только немножечко. Это сыр тянется. Чуть-чуть вот тут вот желточек. Видите? Если вам нужно еще, значит еще. Вот смотрите. У меня получилось 90 секунд. Три раза нажала. Тридцать секунд там написано. Все. Вот. Вкуснятина еще та. Так что готовьте. Кушайте. Очень просто, легко. И не надо на верху здесь на плите чего-то жарить и делать по утрам. А здесь у меня кофе. Свежий, молотый. В турке. Самый любимый. Не люблю машинки. Вот. Ни я, ни Артем. Каждый раз порывались. Думаем, сейчас вот купим себе. Еще в квартире когда были. А потом оба словили себя на мысль, что мы собираемся купить для кого-то, но не для себя. Потому что она нам не нужна. А стоит она очень-очень дорого. У меня у детей есть. Я когда бываю в гостях, у них пью. У сына шикарная машинка. Он купил просто супер. И мы пьем. Поэтому у дочери вообще тоже. У Элины машинка там вообще суперская. Такие всякие разные. Она мне кофе делает. Вот. Но я посмотрела, что подумала так. Да, это изредка хочется такое. Это у кого-то угоститься. А дома я больше всего пью такой кофе. Угу. И Тема тоже. Поэтому решили не покупать. Вот. Такие дела. У родителей у нас есть через дорогу. Стоит она. Мало кто ей пользуется. Так что. Все, девочки. Я буду кушать, мои дорогие. Вот. Поняли насчет? Все. Вот. Готово. Хотите еще меньше. Хотите два раза. Нажмите на 30 секунд. И у вас будет вообще всмятку. Музыка. 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 с рисом вы можете 50 на 50 например вы рисовую кашу с пшенной то есть если первое слово рисовая каша с пшенной это означает что 1 должно быть больше чем 2 либо пшенную кашу с рисом но все многие называют еще и дружбой да это как хотите то есть 50 на 50 можно либо там 50 30 процентов того того ну в общем вы понимаете я на глаз себе делаю значит какой здесь рис сейчас я сейчас я засыплю в кипящую уже воду я засыпаю и потом еще подключусь поговорю с вами и покажу рис так ну все я поставила сейчас сделаю потише на пятерочку вот так можно даже будет сейчас чуть позже и поменьше сделать так помешаю дорогие друзья и кашку тоже какую вы хотите какой жидкости вы хотите такой и сделайте значит вот у меня пшенная крупа убираю и сделаем все-таки потише это сложнее вот этот газ не газ электрическая плита она дольше охлаждается когда вы убавляете поэтому желательно в сторону убрать вот я всегда вот эту пенку забираю спросите люблю что было как-то ну чистенько может это и ничего такого как бы это и реально ничего такого ну я вот так делаю так все я оставила на троечку самый лучший рис для каши это арборео круглый такой для ризотто который дорогие друзья вот это мое мнение конечно столько я перепробовала разных рисов круглых да ну есть для каш специально да безусловно вы в курсе но вот этот ризотто арборео значит рис для ризотто арборео самый вкусный он такой вот кругленький такой полукруглый такой сплюснутый это вкуснейший рис и вот именно на ризотто я всегда его брала и потом думаю ну-ка я буду варить каши и вот я влюбилась в это дело девочки в этом году на на новый год я хочу сделать из морепродуктов из красной рыбы ризотто я хочу показать посмотрим может быть раньше покажу вам это посмотрел что я не снимала видео нет у меня мой рецепт рецепт приготовления моего ризотто то есть как я его готовлю вот надо будет обязательно приготовить постараюсь вот надо потому что мы на новый год желаем сделать с артемом вот именно вот это ну пусть не 31 2 10 дней подряд можно будет готовить вот выберу ну вот будем готовить шина принципе можно разными же было чистое и потом я хочу себе приготовить это вот это вот темная такая чечевица видите она очень полезная у у меня есть красная чечевица ну разные вот пакетиков я отвариваю для гарнирчика в общем очень вкусно зимой я много ем вот таких всяких разных каш по чуть-чуть и это очень очень дорогие друзья полезно против атеросклероза очень хорошо чечевица горох злаковые это это классно но опять-таки каждый следит за собой кому что можно кому нельзя вот ровно так у меня варится вы скажете лена у вас стоит мультиварка да стоит девочки но свари чуть-чуть каши для себя я не хочу ставить мультиварку для этого у меня есть маленькие-маленькие такие кошечки я могу себе приготовить на пару раз иногда у меня я готовлю на один раз этот раз хочу на пару раз приготовить а артем завтра уже будет дома тема я сделаю кашку просто рисовый он любит на молочке я же сначала варю кашу на воде чуть-чуть подсаливаю обязательно чуть-чуть подслащу чуть-чуть я много сахара вообще нигде не употребляю это лично я вот а потом сюда под конец я могу налить одну или две ложки чего сливок все правильно и это будет очень вкусно и если вы не можете на дух перенести если вам врач посоветовал покушать кашки на воде вы никак не можете можете плавненько переходить добавляя сюда одну ложечку молочка если вам можно молочко вот у меня например не с варенья не могу пить молоко вот я сливки добавляю ну мало очень ну одна ложка молока здесь тоже мне ничего так но в принципе не да не даст плохого вот с этого вы девочки начинайте добавлять одну там две одну ложку а потом резко перейдете вообще на чисто с водой но я не страдаю ничем таким чтобы у меня прямо ожирение или что-то чтобы убавить но лучше поберечься от всего и молочка не кстати тоже читала вот право буквально недавно попала статья журнале про атеросклероз вот там молоко не менее можно одного процента то есть вернее один процент жирности не больше употреблять употреблять после 50 лет девочки мы как-то немножечко должны внимательнее быть к себе это я себе девочки говорю я никого не учу не вздумайте думать про то что я учу вас у меня не обучающий канал я просто делюсь может быть может быть кто-то что-то для себя найдет может кто-то ищет и попробует вот так вот они обязательности какие-то я раздаю тут вот а я добавлю так сейчас я добавлю вот у меня такие вот сливочки остались так что тут у меня упало что-то тут упало вот у меня молочко есть для темы вот он мы купили и я буду делать блины потому что все уже для попить он не не подходит я его выну отсюда поставлю чтобы он сделался кефирчиком он моментально если его вынимаешь это молоко очень вкусно он здесь вот на столе пусть у меня будет и он обязательно за стынет и будет прям вот таким твердым кефирчиком и я испеку что-нибудь так вот такие сливки очень хороши для соусов мне нравится знаете какая каша чтобы она была кашкой кашки разваренная такая вот даже геркулесовый кашка я варю чтобы она вот так тянулась чтобы она вот такая вот была очень люблю такие каши действительно кашка 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 малашка как дети игрались у меня говорили вот и добавляю вот буквально она такая густая я буквально так вот выдавливаем туда один раз так раз и все и получается очень вкусно а вот эту вкуснятина я просто отварю в воде и потом войну иногда я вообще обрезаю просто в одет варю без всяких этих пеленок пленок как говорится в общем вот девочки поделилась с вами следите водички сколько здесь видите для риса одна жидкость для пшена другая мы уже сами тут варьируйте смотрите сами сколько добавить водичек и какой жидкости либо густоты вам нужна кашка я покажу вам свою и так дорогие друзья я добавил еще водички вот у меня здесь вот видите сахар я добавила одну столовую ложку сахара это у меня пол-литровый ковшик она мне разварилась прям разварилась развали релась кашечка видите прям ну просто прелесть и вот на этом этапе вот мои сливки вот они вот немножечко вчера буквально еще одну открыла новую я делала уже рецепт одной рукой вот все это новенькую я открыла я делала рецепт жульена и очень мне пригодился пригодилась то пачечка и вот последнюю открываю надо использовать чтоб свеженький этот соус был сливки соус вот видите и не более того мне достал уже есть уже есть сливочный сливочный вкус девочки мои дорогие вот так иногда я кашку не добавляя вообще сахара вот на пол-литра кашки на пол-литровой ковшике я добавляю одну столовую ложку сахара а иногда я подсос подсолю а потом уже я а потом я уже когда остынет кашка добавлю туда мед вот сильно горячую кашу я не люблю есть поэтому имею право туда добавить мед и ему ничего не становится вот он витамины сохраняют тепленькая кашка и я люблю тепленькую кашку кушать вот а еще лучше просто себе микроволновочки потом если вот сейчас вот и и она остынет тоже положите себе и она будет тепленькая прям в тарелочку медик не во всю кашу или например вот я чтобы у меня и на завтра была утром готова чтоб я не варила потому что завтра выходной мы хотим подольше подлежать поспать вот и я потом микроволновочки согрею до той теплоты до той горячести или как правильно сказать как мне нужно будет и потом вот добавлю кусочек масла сливочного маленькие кусочки я добавляю и ложечку меда опять-таки по вкусу очень люблю зимой в кашки добавлять мед опять же повторюсь не варить а добавлять уже потом когда кушать все мои дорогие сейчас отодвину в сторону накрою она у меня настоится но естественно что она сейчас еще у меня поварится я сразу не буду убирать прибавлющи на 1 вот она попыхтит как я говорю немножечко накрою крышечкой уберу пусть она настоится и чуть позже уже ближе к вечеру сварю артемную рисовую кашку и тоже накрою чтобы завтра утром могли встать и не вошкаться с этими готовками а просто покушать понежиться потому что уже пора это же уже и отдыхать не вскакивать с утра раннего и за дела и все такое